Юры, на канале Интер программа «Высокий стиль». «Высокий стиль». Премьера, да. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. В эфире передача «Высокий стиль». Да ладно, как классно. Сегодня у нас в гостях невероятный человек. Невероятный человек. Пася. Такой весь... Это кутюрье. Это кутюрье. Откуда вы? С Полтавщины. С Полтавщины. Столица украинской моды. Кутюрье. В эфире с Полтавщины. Да. Джан-Франко Фердыщенко. Здравствуйте. Привет. Ну, расскажите, расскажите, что же в моде сейчас? Милан влюбился в парчу. Вы что? Ковали предлагает очень дерзкие расцветки. И в Сен-Лоран тяготеет к лаку. Ну, в принципе, все остальные коллекции как-то меня не вдохновили. Да вы что? Серьезно? Да. Ну, хорошо. Скажите, а что сейчас модно в Париже? В Париже модно... А, снова в моду входит Шанель номер пять. Да вы что? Да. Она сейчас на вас. На мне шесть. Шанель. Балтика. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, вы же тоже что-то диктуете у себя в Полтаве? Я диктатор модов на Полтавщине. Ну, расскажите, что же там... Диктатор. Диктатор? Да. Ну, какой вы? Ну, хорошо, расскажите, что же вы диктуете там, диктатор? Ну, мы в новом сезоне на Полтавщине предлагаем, значит, шапочку ввязанную а-ля быдло. Угу. Спортивный костюм, зеленый, с фиолетовыми стразами, вот здесь вот. Угу. И внизу спортивный костюм как бы расширяется. Угу. И потом мы предлагаем заправлять его в толстые байковые носки Nike. Угу. И вместе с лакированными туфлями на шнурках это все идет в комплекте с рыжей барсеткой. Тоже стразы, естественно. Я просто... Думаю, это революция в новом сезоне. Это революция. Это революция. Это революция. Это революция, шапочка а-ля быдло ввязанная, зеленый спортивный костюм, заправленный в носки. Это революция. Да, да, революция. Лакированные туфли и барсеточка. Это революция, так женщина еще никогда не одевалась. Вот. Ну, хорошо. У какого плана предложения? Я уже вас вижу в этой одежде Правда? Я уже вижу Слушайте, а можно такой нескромный вопрос? Ну, нескромный вопрос Я понял, о чем идет речь Скажите, а вот это правда, что вы... Ну, конечно же, это слухи Конечно же, это слухи Я знаю, какие слухи ползут по Полтавщине про меня Ну, конечно, этим слухам нельзя верить Конечно же, я гомосед Ну, слава богу Слава богу, я же сфиган, господин Пойдемте, гомосед Пойдемте Мы жили в одной стране Раньше с Карламовым и с вами И номер посвящен Министру иностранных дел России Потом он был президентом Грузии Эдуард Амвросевич Шеварнадзе Нынешние дни Наше время Наше время Я как вам приехал А очень важный вопрос Я вопрос А очень человек умели руки Что я очень много всего могу Могу, например, деревья и кусти Секатаром в форме птичек и растений Вот так И испечь Могу вот кока-колу трубочку опустить И дунул я Вот так Получается Могу вот так В руку пульт от телевизора взять Спрятать за спиной А этой рукой делаю так Как будто я рукой переключаю канал А там нажимаю Могу пиво взять вот так глазом А сам ртом Вот так делаю А как будто я глазом открыл пиво Могу вот так дневник взять На целлофановой обложке Обвести слово дневник И потом оттянул Получил дневник Дневник Могу еще так делать Могу взять листок бумаги Нарисовать Здесь советские танки Здесь фашистские Здесь сделал пятно ручкой И нажал И посмотрел Там попал или не попал Могу сделать Могу два спичечных коробка Вместе с ниточкой соединить Из одной комнаты в другую Как грация говорить Могу вот борщ принесли В нем сметана Ложкой Так сметану взять Чтоб борщ не замешался Так съесть сметану могу Могу из яблока взять Ножиком вот так разрезать Переставить Чтоб лебедь получился Возьмете меня на работу Ишь какой хистрый Хистрыйуга просто Не могу я вас взять В работу Эдуард Хомросин Почему Борис Николаевич Самому никакой работы нет Но я же могу Кока-Колу трубочку засунуть Дунуть и Ты же какой хитрый А я что буду делать Ну божанутся Возьмите меня Чай Я еще Могу Болгом Могу Как птички Или залаз Могу Болгом Могу Болгом Болгом